На сегодняшний день два рабочих тижня в грудь. И для того, чтобы принять через тиждень, от наступного тижня, нам нужно перенести с сичня тиждень на тиждень с 12 по 16 грудня. Если нам это удастся, потому что на предыдущей сессии нам это не удалось, не стало голосов, тогда, вероятно, бюджет будет приниматься, ну, я нажму дату, приблизительно, скажем, 15 грудь. Вот я ориентуюсь для себя на 15 грудь. Хорошо, а что помешало выполнить обещанное и проголосовать бюджет в окончательном уже чтении на следующей неделе? Ну, хотя бы то, что бюджетный комитет не поддерживал на сегодняшний день законопроект другого чтения, который запропонувал в уряд, мы дали два тижни им на доопрацювание. Они с этим доопрацюванием, наверное, справились на сегодняшний день. В бюджете появилось еще додатковых 15 с хвостиком миллиардов гривен, как выдатковая, так и прибутковая частина. То есть, появилось достаточно много великих статей, в частности, субвенция суттєва за 10 миллиардов гривен на освоту, субвенция на медицину под 9 миллиардов гривен, додатковые додатки по окремым видам ликования. З'явилась новая бюджетная программа, про которую, скажем, давно просили батьки и дорослые люди с приводу ликования детей и хворих на доберкульоз и много-багато новых... Все-таки депутаты, которые работают не только в пленарном заседании, а также работают в комитетах и с выборами. Я знаю, что такие депутаты в меньшинстве, но все-таки такие депутаты, давайте все-таки не забывайте этот момент. И только, как бы, не только за своей стороны говорите. Вы, я, Береза, работаю. А, ну то ж, бачите, то что же вы тогда говорите? Суды в 80-м году. А Рудик, больше нас, больше за всех представителей. Я вас на этом вопросу на судове не бачила. Я двух депутатов на судове застряла, вас не бачила. Я не там працюю. К бюджету, на складах бюджету. Ну, это такий, так сказать, лиричный выступ. Дивите, по бюджету. Ну, первое, когда говорят по бюджету, я все-таки завжди намагаюся говорити, ну, пояснювати людям, чтобы все-таки было понимание, что бюджет, поняття самого бюджету, это уже наслідок всех других законодавств, которые принимаются до того, так? Потому что бюджет наповнюется на поставе действующего законодавства, так? И поэтому, когда принимают бюджет, это только питание выдатков. Выключно питание, как распределить то, что уже прошло. И, на повеликий жаль, то, что зашло, сейчас бюджет, так? И будет заходить в минуле, и сейчас все будет заходить. Ну, то есть, грубо говоря, нужно честно признать, сколько есть. Так, так. Не я, не оппозиционный влог за этот бюджет не проголосую точно. Но что я хотел сказать. Вот те, кто нас сейчас смотрит по телевизору, у них может сложиться впечатление, что вот мы все ярко выступаем против. И может сложиться впечатление, что этот бюджет не будет принят, будет каким-то образом доработан в сторону все-таки социальной справедливости, то, что необходимо людям. Но, смею вас уверить, что если ничего не делать, вот просто ничего не делать, то сегодняшнее парламентское большинство, это БПП плюс Народный фронт, путем давления, путем шантажа протащит этот бюджет. Так вот, те, кто меня сейчас смотрит по телевизору, у нас всех смотрят. Если вы не хотите еще год жить в нищете, вспомните, кто депутат от вашего округа, пойдите к нему и скажите, чтобы не голосовал за этот бюджет нищеты и бюджет разрубки. Это бюджет действительно нищего, но полицейского государства, в котором увеличены расходы исключительно на Генеральную прокуратуру, на МВД, на администрацию президента и так далее. Недаром, вот тот блок вопросов, который предложил именно наша партия, оппозиционный блок, это больше 30 законопроектов, направлены на снижение коммунальных тарифов, в первую очередь. Это не должно быть больше 10% дохода семьи. Повысить не только минимальную заработную плату до 3200, по большому счету это законопроект 4900, который внес я и внес Каплин. Это наш законопроект, мы не можем быть против него. Но и в два раза повысить как минимум минимальную пенсию, иначе наши пенсионеры будут нищие. Голосовать в конце концов мораторий на закрытие школ и на закрытие больниц, то что не хочет делать право-властная коалиция. Запретить не мораторий на год, а запретить полностью продажи земли. И наконец-то поддержать нашу промышленность, поддержать нашу экономику. Потому что с чего могут повышаться пенсии и заработные оплаты? Либо это печатный станок, то есть это инфляционные деньги. Мы все помним ужас инфляции 90-х годов. Лет бы это будут деньги, обеспеченные товаром. Чтобы это были деньги, обеспеченные товаром, необходимо принимать пакет законопроектов, то что у нас объединено в блок под названием новая индустриализация. За последние два года наша страна потеряла 17,4 миллиарда долларов США товарного экспорта. Это сопоставимо с пятилетней программой кредитования МВФа. Там, где мы ходим и вымаливаем каждую копейку. То есть это не должны быть инфляционные деньги. А если бюджет оставить в таком виде, как у нас сегодня есть, это бюджет нищей полицейской страны. Голосование за бюджет, знаете, завжди как день сурка. Никогда не знаешь, что напередодние ночи голосования, там еще появится, какие забаганки коллег-народных депутатов будут врахованы. Почему на ваше питание, когда вы подняли питание, если будет самопомощь поддерживать этот бюджет или не будет, я не подняла руку, что будет. Потому что мы не можем сейчас сказать, что именно появится в этом бюджете. И что именно появится в податковом кодексе. Мы сейчас не можем сказать. Потому что бюджет на этом неделе принять просто неможливо. Перед тем, как его принимать, нужно принимать ряд законопроектов, которые бюджетно утворюют, так называемый пакет счастья, которыми або зупиняются певные финансирования, певные пильги, как вы уже сказали, про стипендии, або про так называемый податок на пенсии працюющих пенсионеров. Змени в податковый кодекс, которыми подвищаются акцизы на алкоголь, на тютюн, на паливно-мастильные материалы. Прямо, действительно, уряд не подвищает единый податок для спрощенцов. Но, если посмотреть эту инициативу, которую подстоит пан Каплин и профспилки про подвищение минимальной заработной платы до 3200, она абсолютно правильная. Лише одно вопрос. Почему это должен финансировать малый бизнес? Другая группа спрощенцов, яка зараз платит единый податок 20% от минимальной заработной платы, и, соответственно, через растение минимальной заработной платы, ее единый податок сближается вдвече, и так само зросте ЕСВ, потому что зараз ци спрощенцы платят 22% от минимальной заработной платы 1378 гривен. Ну а кто тогда может за это заплатить? На кого положить этот груз? Великий бизнес. Знаете, когда я слышу от коллег депутатов пропозиции, например, снизить ренту на нафту, когда у нас фактически есть один монополист, который выбирает нафту, и мы все знаем, как он называется, и мы увеличиваем податковое навантажение на маленький бизнес, я, например, не согласна, а я не знаю, если эта пропозиция будет врахована. Поэтому сначала мы должны посмотреть, какие бюджетные утверждающие законы будут принять с этого неделя. И тут очень важно рассказать про спецконфискацию, потому что уряд выполнил очень хитро. Он раскидал деньги от спецконфискации по разных секторах экономики и по разных министерствах. То есть делал с заводчиками этих эфемерных, пока еще денег, всех практически. Частина, например, коштей от спецконфискации, там близко 1,5 млрд грн, закладена на Міна ПК и, соответственно, на прямую поддержку сельгосп, товаровиробникам и фермерам. То есть, если будут эти деньги проголосованы, то уже сельское господарство частково является заручником голосования за этот законопроект. Частина на оборону, частина на еще что-то. Поэтому сказать сейчас, если будет самопомощь поддерживать бюджет, мы не знаем. Мы высунули ряд требований, и это требует, по-перше, не зазихать на бюджетную децентрализацию, не перекладать финансирование коммунальных послуг на лекарни и на медицинские заклады на местах. Это, в том числе, требует не подвищать единственный податок на спрощенцев другой группы и ЕСВ на всех спрощенцев. Это требует скасовать податок на пенсии. И это еще и ряд других требований. Если они будут врахованы, то тогда возможно вы подумаете. Если они будут в этом ряду, потребны голоса самопомощи, то тогда враховывают наши пропозиции. Можно я? Ну, если глядя на то, как обсуждается бюджет хотя бы здесь, люди понимают, что уже неэффективно, да и неконструктивно. Я думаю, что при этом же ожидания будут у них и дальше. Очень много накипело, и хотелось бы о многом говорить. Во-первых, работающие студенты, я могу сразу сказать, что воробей-то тот же Соловей, только заочник. Работающий студент, это сразу неквалифицированный кадр по выпуску. То есть, соответственно, если перекладывается на плечи студента поиск выживания, то, соответственно, он некачественно учится. Это надо понимать, что мы столкнемся через несколько лет с большой-большой проблемой. Второй момент. Если нужно сбалансировать бюджет, и говорим мы о том, что его можно сбалансировать в основном за счет того, что урезать как раз силовой блок и перенаправить эти деньги на студентов, пенсионеров, они что, меньше кушают, или у них другой совершенно доход. Про 3200 вы говорите. В принципе, 3200 это сумма как раз биологического выживания человека. Оппозиционный блок не так давно требовал 4500, если я не ошибаюсь. Это было как раз вашей инициативой. Если вы будете согласны на 3200, вот просто интересно, насколько это вот как раз та точка, на которой вы согласны голосовать или не согласны. Еще несколько моментов. Добродумов сказал о том, что, в принципе, плюсом этого бюджета было то, что он был вовремя внесен. Это единственный плюс. Давайте вот посмотрим примеры западных стран. ЕС уже проголосовал свой бюджет. Чтобы вы понимали, на секунду, там можно сравнить как раз, насколько сопоставимы те цифры, как живет Европа и как живем мы. Чтобы понимать, расходная часть бюджета Европейского Союза составляет 134,5 миллиарда евро. Украинский бюджет, расходная его часть, это только одна шестая. Так вот, Европейский Союз выделяет 21 миллиард на создание новых рабочих мест и на развитие экономики. А сколько у нас? Давайте вот как раз будем вот такими категориями думать. Александр, ну здесь же я вам хочу напомнить, что это не есть стоит с протянутой рукой перед Украиной, а наоборот. Так вот тут и получается, что мы не закладываем те базовые вопросы. Америка говорит о создании рабочих мест, Европейский Союз о задачах, а мы не озадачены. У нас, оказывается, хватает.